Об израильской логике и почему люди ненавидят Израиль Франк Красавик Автин Пастин, Норвегия 5 июня 2018 года Люди спорят из-за чего угодно Проще всего нажить себе врагов на израильской теме Недавно дискуссия разгорелась с новой силой Переезд американского посольства в Иерусалим всколыхнул протесты по всему миру В Газе снова неспокойно А в довершение всего Израиль выиграл Евровидение И теперь многие требуют, чтобы финал следующего конкурса прошел где угодно Лишь бы не в Иерусалиме Эта небольшая страна снова оказалась в центре всеобщего внимания С севера на юг Израиль можно пересечь за каких-нибудь 5-6 часов Поперек в самом узком месте от границы до границы Всего 15 километров Хватит на хорошую утреннюю пробежку Когда тебя со всех сторон окружают враги Размер имеет значение Израильтяне прекрасно понимают, что если на них нападут и армия не сможет дать быстрого отпора Через несколько часов все будет кончено На этом моменте не другом Израиля стоит остановиться поподробнее Следует учесть и то, что враги Израиля Не только Хизбалла и Хамас За ними стоят Иран, Сирия и Катар В конечном счете, если поставить себя на место Иерусалима Не трудно понять, почему Израиль так против ядерного договора с Ираном Многие израильтяне считают, что мир подвергает их смертельной опасности Они боятся, что Иран наплюет на договор и продолжит разработку ядерного оружия Стратегически этот вопрос имеет для Израиля принципиальное значение В настоящее время Израиль – единственная ядерная держава в регионе И это придает израильтянам уверенности в собственных силах Соседи знают, что Израиль без колебаний пустит их в ход Если почувствует угрозу Будь такие же возможности у Ирана, ситуация была бы в корне другой Потому-то Израиль считает, что иранские ядерные объекты лучше разбомбить, чтобы неповадно было Работает ли сдерживание? Когда палестинская молодежь в секторе газа начинает бросаться камнями Израиль отвечает дубинками, слезоточивым газом, резиновыми пулями и даже боевым оружием Когда Хамас обстреливает израильские поселения своими до смешного бестолковыми ракетами Израиль сбрасывает высокотехнологичные бомбы В Египте жесткие ответные меры, часть политики сдерживания И неэффективно ее никак не назвать В конце концов, крупные неприятности случаются лишь раз в несколько лет Такова израильская логика И за это многие Израиль ненавидят Понять, чем руководствуется Израиль, в принципе несложно Куда сложнее разгадать смысл израильских поселений Когда палестинские земли отбирают для того, чтобы расселить на них сверху ортодоксальных иудеев Палестинцы в ярости, и не без причины Их гнев разделяет и часть мирового сообщества Израиль прекрасно об этом знает, но продолжает в том же духе Здесь привычная логика уже заходит в тупик Зачем же так откровенно провоцировать? Какой смысл самим подталкивать палестинцев к мятежу? Чрезмерность как метод в своей докторской диссертации, которую он защитил при Гамбургском университете в 2008 году Ученый Штефан Альсведи, Стефан Альсведи, пишет, что геополитическая стратегия Израиля хорошо продумана Суть ее сводится к тому, чтобы полагаться на чрезмерную силу, как политически, так и в военном смысле Вот пример, в 1990 году Израиль закрыл все палестинские университеты И Евросоюз в ответ разорвал с Израилем научное сотрудничество Представитель израильского правительства отреагировал следующим образом После той цены, какую мы заплатили в борьбе за выживание Немыслимо, чтобы мы поддались давлению извне и сами поставили себя под удар Нельзя сказать, чтобы Израиль придерживался легитимности любой ценой Приведенная выше цитата Еще цветочки по сравнению с тем, как тогдашний премьер Ариэль Шарон в 2003 году заявил Что всякая критика Израиля из Европы, антисемитская по своей природе Израиль ведет себя как задира, прикидывающийся жертвой Чем-то напоминаю своего большого покровителя в Белом доме Пессимизм побеждает в Израиле Считают, что опасно даже пытаться подружиться с палестинцами Особенно в нынешних границах страны Вместо этого их лучше держать на расстоянии и всячески выдавливать их прочь Похожими принципами руководствуются и в отношениях со всем окружающим миром Кроме разве что США, единственного друга Израиля У этого есть исторические, идеологические и религиозные мотивы Если взглянуть на историю, то государство Израиль зародилось в 1948 году на враждебной земле Отсюда и настороженные отношения к Европе Хотя она и сыграла ключевую роль в формировании израильского государства Она же ранее была ареной для Холокоста, развернувшегося в годы Второй мировой войны С религиозной точки зрения идеологии Израиль изиждется на осознании собственной неповторимости Доктрине богоизбранного народа обетованной земли Аль-Сведе подчеркивает, что в еврейской традиции существовало две модели для общения с окружающим миром Одна из них, оптимистическая, называется Орлагаем и переводится как «свет народам» Пессимистическая же предполагает, что израильтяне предоставлены самим себе и не могут рассчитывать на чужое расположение Странная защита Если представить себе обе эти модели в виде шкалы То израильское руководство раньше время от времени съезжало то левее, то правее Переломный момент наступил в 2005 году, после Второй антифады и пяти лет палестинского мятежа Тогда от диалога наотрез отказались даже многие умеренные силы После этого пессимизм воцарился окончательно Страна становится все более консервативной и религиозной Одним из следствий этого стало то, что рациональные попытки защитить Израиль традиционным способом становятся все более и более редкими Все чаще звучит мнение, будто бы Израиль подвергается несправедливой критике Мол, разве демократический Израиль с независимыми судами и свободными СМИ не лучше соседей вроде Сирии и Египта? Так почему же Израиль ругает даже чаще, чем арабских диктаторов? Изображая жертву ответ предельно прост Со страны, которые ближе всего к Западу политически, исторически и культурно, спрос больше Ни Сирия, ни Египет не играют в Лиге чемпионов, а Башар Асад не будет жаловаться на норвежское телевидение с пристрастными журналистами Никто не разыгрывает карту жертвы азарт не Израиля Как часто говорят израильтяне, Эйн Брера, выбора нет На этом месте снова следует обратиться к истории После Второй мировой европейцы сказали больше никаких воин, а евреи – больше никаких жертв Возможно, у израильтян есть и другой способ обеспечить собственную безопасность Или, по крайней мере, был когда-то Но даже выбери израильтяне именно его, вряд ли они стали бы жить безопаснее